Добрый вечер. Мы, как всегда, посвящаем наши духовные усилия благополучию и успеху наших воинов, выздоровлению раненых и возвращению пленных. Всегда упоминаю Любоват Михаэль, свою жену, которая ушла из жизни два года назад. Итак, у нас сегодня с вами новая тема – Мишлей, книга Мишлей, которая относится к тувим, к писаниям, пожалуй, одна из самых сложных книг в пророках. И вот мы постараемся не отступать перед трудностями, а постараемся углубиться в книгу. Сейчас я поднимаю для вас презентацию, которую я приготовил, и мы с вами продолжаем дальше. Здесь мы видим замечательную иллюстрацию, видим шламо царя, который сидит на своем престоле. И то, что мне понравилось в этой иллюстрации, как бы все оживает вокруг царя Шламо, он во все привносит дух жизни. И даже львы, на которых он опирается, вроде бы они должны были быть золотыми, но нет, мы видим, в них появляется дух жизни. Мне интересно, что лицо их хотя бы несколько очеловечено, то есть повсюду-повсюду проникает его дух. Говорят, что даже в храме плоды, золотые плоды, в храме, который построил Шламо, они давали золотые ветви, которые сделал Шламо, они давали плоды. Меня очень волнует как бы этот образ человека, который может вдохнуть при помощи Всевышнего дух жизни повсюду и повсюду. Царя Шламо часто воспринимают как какого-то восточного царя, упаси Бог. У царя Шламо было тысяча жен, как мы представляем себе, но при этом у него был единственный сын Рахабам. И мы из этого можем представить, что ему было не до его жен, это были политические браки. Скорее всего, он к ним просто не прикасался. Конечно, это было трудно женщинам, и в конце они взбунтовались против царя. Но это как бы отдельная история. Мы с вами посмотрим, когда жил царь Шламо. Шламо стал царем, как вы видите, здесь в 836 году до этой эры. Важнейшее событие в его жизни – это на 4-м году правления Шламо поднимается на престол, когда ему 12 лет. В 16 лет он приходит в Гевон, где стоит мешкан Всевышнего, и он просит у Всевышнего помощи, потому что он собирается построить храм. Он пришел в Гевон для того, чтобы свернуть этот мешкан и перенести его уже, и спрятать его, скрыть, так как будет построен храм, не шатер, который был в пустыне, будет построен храм. И вот он просит, во сне является ему Всевышний, и спрашивает его, что тебе дать. Он говорит, вынатата лавдеха левшумеа кимию холи шпоты там амеха акаши азэд. И дай твоему слуге сердце, которое слышит, потому что кто может судить твой народ тяжелый прерогатива царя, как мы понимаем, судить народ. И царь не всегда судит непосредственно по закону Тора его задача вдохнуть дух в народ и поднять моральную планку, может быть, еще выше, чем того требует Тора, внести высокую мораль в весь народ. Вот поэтому Шламов видит себя судьей, и Всевышний ему говорит, поскольку ты не попросил богатства, не попросил долголетия, то я тебе дам мудрость. Как бы Всевышний, если так можно сказать, воспринимает левшумеа, сердце, которое слышит эту просьбу, он воспринимает как мудрость, я дам тебе мудрость. И с этим все остальное, и богатство, и долголетие – это просьба, которая очень характеризует Шламов, и мы ее увидим с вами в Мишлей, левшумеа, сердце, которое слышит. И чтобы судить, царь Шламов видит себя как человек, который исполняет, естественно, волю Всевышнего, стремится к хорошему, хорошему желанию, но он не видит себя как какая-то машина, какой-то робот, даже как ангел, да, он, если так можно, оставляет за собой свободу выбора, да, хочет сердце, которое слышит, но оставляет за собой свободу выбора, потому что это величайший дар, который дан человеку, и через свободу выбора можно проявить любовь ко Всевышнему, приложить усилия для того, чтобы сделать правильный выбор, это то, чего лишены ангелы, которые больше похожи на инструменты, похожи на механизм левшуме, сердце, которое слышит, да, а последствия Мишле и в притчах царя Шламова, о которых мы с вами говорим, он нам скажет, да, хранит свое сердце больше всего, больше всего храни его, храни его в чистоте, храни его от плохих устремлений, да, потому что нечистота мысли и плохие устремления, они тебе не помогут, они тебе помешают сделать правильный выбор, да, мы обычно говорим, что есть заповеди, надо исполнять заповеди, совершать действия, что Всевышний не наказывает за мысли, это все правильно, да, вот, но тот же человек само объяснит нам, да, что, конечно, Всевышний не наказывает за мысли, но мысли дурные, они приводят к неправильным действиям, и вот царь Шламова, левшуме, сердце, которое слышит, которое может услышать волю Всевышнего, да, но после того, как он услышит волю Всевышнего, ее еще надо притворить в жизнь, да, и вот здесь вот есть выборы, надо выбрать между хорошим и плохим, и в той фразе, которую мы с вами сказали, да, я не договорил, для чего ему нужно, для чего ему нужно сердце, которое слышит, для того, чтобы выбрать между хорошим и плохим, бейн-то, бейн-аран, да, вот, это то, что происходит на 16-м году его жизни, да, и царь Шламов прожил, прожил 52 года, как мы представляем себе довольно немного, даже для тех времен, его отец Давид все-таки жил 70 лет, да, вот, и 796 год, давайте сделаем, увеличим немножко, да, 796 год, вот я пытаюсь как-то для вас это сделать, давайте сделаем чуть поменьше, да, чуть-чуть поменьше, вот 796 год, смерть Шламов, да, интересно, интересно и печально, то, что царь Шламов остался со всей его мудростью, он остался непонятым книгами шлей на притче, она нам расскажет о том, что царь Шламов пытался внести мудрость в еврейский народ, вот, везде и повсюду он устанавливал дома учения, можно было в любом месте зайти и получить знания, знания Торы, если его отец Давид шел в основном через песню, через Таилим, да, через такое вдохновение, божественный дух, то Шламов пытался повлиять на народ мудростью, полагая, что вот эта вот мудрость, она даст людям то же самое, что и есть у него, сердце, которое слышит, умение поступать правильно, умение выбирать правильно, а, может быть, главное, держать постоянно свои мысли, держать свои мысли постоянно в чистоте, да, у царя Шламова, как мы говорили, был единственный сын Рахавам, он был от первой его жены, Наама, на которой он женился, или Давид его женил в 11 лет, и он всю жизнь сохранял любовь к ней, вот, и сразу после смерти Шламова царство разделилось на два царства, как вы помните, на южное и северное, на Иуда, и царство, которое называли Исраэль, 10 колен, иуда, Бениамин остались вместе, 10 колен отделились, и это колоссальная трагедия, которая привела к падению, в конце концов, падению обеих царств, и, да, почему это произошло, потому что глубокое непонимание царя Шламова, Шламова, его мудрости, его, так сказать, мифаль, как это сказать, дела великого, да, при царе Шламова 40 лет не было войны, представляете, сколько жизней он сэкономил, да, если так можно сказать, богатство, экономическое положение, как сегодня говорят, было невероятным совершенно, как образно, может быть, говорит Медрашеву, мастили улицы золотом, может быть, не буквально, но так, как выражение, да, и вот все это не поняли и не оценили. Главное для людей было то, что он заставил Шламов тяжело работать, платить высокую дань, и приходилось работать и на укрепление городов, вот царь Шламова совершенно не полагался на чудо просто, как бы, вот, Всевышний сделает чудо, и все, нет, он укреплял города, он создал целую армию колесниц, но при этом, при этом его мудрость, его молитва, его прямая связь со Всевышним, они помогли продержать страну 40 лет без войны, да, и все это не оценили, как бы выбросили в никуда, разрушили, если говорить в перспективе, разрушили оба царства, привели к Галуту, да, вместо того, чтобы поддержать династию Давида, вместо того, чтобы поддержать Раховама, который, может быть, был молодым человеком и горячим, но вполне-вполне достойным преемником своего отца. Да, вот, и теперь это, это царь Шламо, если говорить о его детстве, немножко вернуться к началу, да, то мы знаем, что он царем стал 12 лет, он родился, его мать, это Бат-Шеба, да, и в народе в последние годы Давида зрело настоящий бунт против того, что он собирается 12-летнего ребенка назначить своим преемником, как он справится со всей страною, со всеми землями, которые были обещаны праотцам, Давид их завоевал, держал в подчинении все окружающие страны, Омон, Моав, да, Рам, все они подчинялись Давиду, да, юг и дом дрожали перед ним, там были заставы Давида, как этот ребенок справится со всем этим, в это не верили, несмотря на то, что Всевышний указал на Шламо, и несмотря, скажем, на какие-то проблемы, может быть, ну, условно говоря, проблемы, это требует отдельного разбирательства, я сейчас не хочу вдаваться во все подробности, да, вот, естественно, что Давида обвиняли в этой связи с Бат-Шевой, когда он увидел женщину и как бы тут же пожелал ее и привел ее к себе в дом, и, в конце концов, родился Шламо, да, тут нужно учитывать, что если бы было действительно что-то, так сказать, порочное в этой связи, то никогда бы Всевышний не избрал ребенка, который родился в этом браке, в этой, и Давид не был таким человеком, который увидел женщину, все загорелось, все остальное отменяется, все остальное не важно, сейчас ее только привезти в дом, это совершенно другой человек, да, вот, и, как мы видим, родился ребенок, которого избрал Всевышний, и для того, чтобы быть царем, и для того, чтобы построить храм, храм построить – это невероятное совершенно дело, потому что, да, мы представляем обычно себе, ну, что строительство, да, кирпич на кирпич, камень на камень, кирпич на кирпич, да, храм так не строится, в храм вкладывается душа, в храм вкладывается мысль, мы помним, что еще при строительстве Мишкана говорится, что только тот, Мишин, Адавлибо, у которого есть, который жертвует от чистого сердца, если есть какие-то сомнения, вот мне жалко все-таки этого золота, которое у меня отнести его в храм, пусть такой человек не приносит, потому что все его мысли отражаются в храме. Шламо удалось построить храм, в который вошло божественное присутствие, и там происходили чудеса в этом храме, это все Шламо Мелех, опять же, никогда такой человек не мог появиться от брака, в котором есть что-то, как сказать, есть безупречное, я бы сказал, упречное, есть в этом браке что-то упречное, никогда, да. Вот Шламо, которое, имя, которое ему дает Всевышний, еще и одно имя, это Едит, друг мой, Едит, это тот, кто идет, яд бы яд, рука, рука обраку со Всевышним, здесь есть еще намек, что храм связал небо и землю, а Всевышний построил небо, так сказать, одной рукой, а землю другой рукой, и вот это яд, яд и яд, ядит, намекает на то, что Шламо соединил небо и землю, построив храм. Для того, чтобы сказать, что значит соединить небо и землю, он привнес материальный мир, так сказать, силу духовного мира, духовный мир не ограничен, и рамки материального мира тоже начинают расширяться, когда стоит храм, есть благословение, есть понимание, есть благословение, когда урожай земля дает больше, чем она, скажем, может дать в обычных условиях, и человек, его душа, его понимание, его очищение, все это расширяется, его способность любить, все это расширяется, когда стоит храм, и все это благодаря Шламо. Теперь хочется остановиться, или не то, что хочется, а необходимо остановиться на трех книгах, которые написал царь Шламо. это, ну, с чего мы начнем, это «Песнь песни», и о «Песне песни» рабе Акива сказал, что день, когда была написана «Песнь песни», это день, ради которого был сотворен мир. почему он так сказал, потому что песнь песни, она как бы отражает чувство царя Шламо и призывает других выработать такое же чувство, чувство, в общем-то, любви ко Всевышнему, которое пересекается, как бы, да, вот совершенно непосредственно пересекается с любовью к земле Израиля, о земле Израиля, говорят, что она самая близкая из творений ко Всевышнему, и вот она выражает божественное присутствие сильнее, чем любая другая материя, да, святая земля, в чем ее святость человек ощущает здесь божественное присутствие, да, и вот, и эта любовь пересекается с любовью к человеку, и, может быть, самая сильная любовь – это, скажем, самое сильное пересечение это любовь к женщине, да, вот, все эти моменты пересекаются здесь, да, об этом тоже говорит Раби Акива, но у нас просто нет возможности даваться в подробности, поднимать гемару, гемару сута, да, вот, представим себя пока в общем. Это песнь песни, да, божественное присутствие проникает повсюду, божественный свет проникает повсюду, и все прекрасно, да, прекрасное, красивое, на иврите это яфе, ешпе, есть уста, то есть мир материальный, он рассказывает, о чем рассказывает? О том, что мы сразу не видим, да, он раскрывает смысл, а смысл – это духовный мир, который скрывается за ним, и вот есть эти уста, мир сотворен речью Всевышнего, мы обязаны ее понять, и вот это вот понимание, оно, речи Всевышнего, смысла всего существующего, оно привносит ощущение красоты. Это песнь песни царя Шламу. Другое, так сказать, его произведение, если так можно сказать, полушутку – это «Кагелит, экклезиаст», и оно построено совершенно по-другому. Но книга какая-то очень, она может вогнать человека в пессимизм, если он не понимает, о чем идет речь. Мы помним, что начинает «Кагелит», да, «Кагелит» – это тот, кто собирает народ, и эта речь была, «Кагелит» – это речь, которая была произнесена в собрании народа по окончании осенних праздников. Мы представляем себе, что осенние праздники, они связаны со сбором урожая, и человек, конечно, радуется Всевышнему, но он также рад и тому, что у него есть запасы, так сказать, в амбарах, да, урожай, который он собрал, они ему дают и уверенность, и благополучие, да. И вот царь Шламу здесь говорит неожиданную вещь. Он говорит, все постой, «Гебель, гаали, маколь, гебель», да, все является паром, паром от пара, да, нет ничего нового под солнцем, и так он и продолжает, а потом приходит к тому, что говорит, что скажем, преимущества человека перед животным, его нету, секрет заключается в том, что царь Шламу говорит о том, что сам материальный мир, как бы, когда человек обращает внимание на его материальную составляющую, он очень печален, он бессмыслен, и он действительно вводит, ведет человека в депрессию, если он не будет искать выход на Айн, да, Айн, как, скажем, объясняет Равел Эльцартлен в своей книге «На границе двух миров», он говорит, что Айн – это имя Всевышнего, или это близко к имени Всевышнего, Айн – это нету, да, намекает на Эйнсов, намекает на бесконечность, да, и слово Айн – нету, как бы, нету, нет ничего, да, ну, естественно, нету границ никаких, ничего и нету никаких границ, он говорит, что Айн очень легко переделывается в «они», «я», чье это «я», это «я», это «я» Всевышнего, который говорит из этого Айн, говорит из этого ничто, он говорит с нами, из этой бесконечности, он говорит с нами, «я» он говорит, да, и дальше он продолжает говорить, кто такой «я», я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и говорит о своем желании, из своих заповедей, это все приходит из Айн, из бесконечности, да, ни один другой народ и ни одна другая религия и философия, они не верят в связь конечного и бесконечного, да, а Шламо говорит, Шламо, Амалек говорит, мы без, Шламо, царь Шламо говорит, что мы без этой связи, мы погибнем, погибнем, и вот такая мрачная картина, да, но внутри вкрапления постоянно, возвращение к этому Айн, ничто, или они, я, ничто, из которого говорит Бог, да, послушайте, что он говорит, «энхадаш, та хадашемиш, под солнцем нету этого Айн», под солнцем, как образ материального мира, который, как бы, замкнут на себе, в нем строго установленный порядок, солнце является олицетворением, как бы этого порядка, вот, и там нету Айн, эйн хадаш, да, хадашем, нет ничего нового под солнцем, наши мудрецы тут же говорят, под солнцем нет ничего нового, а над солнцем есть новое, можно выйти из этого круга, не только можно, нужно выйти из этого круга материальности, материальных интересов, подчиненности, вот этому полной подчиненности, вот этому материальному циклу, Солнце взошло, солнце ушло, солнце село, да, и вот все вот как бы как часы, как какой-то механизм, и ты в нем крутишься, да, и будешь крутиться, если ты не знаешь, то есть выход на бесконечность, на айн, в котором они в Всевышнего. Это книга Кагалет, да, Кагаль, как вы понимаете, это общество, и вот этот Кагаль, это общество, что царь Шламоса брал для того, чтобы обратиться к нему в праздник Суккот с таким предупреждением. Если вы будете думать только об урожае, то это очень печально. Если вы будете думать, как приготовиться к следующему, только о том, чтобы как приготовиться к следующему севу, как умножить, увеличить урожай, это все очень печально. Если сравнить с его отцом, царем Давида, то он говорит в одном из первых псалмов, по-моему, это четвертый псалом, если я не ошибаюсь, Неса алейну ор панейха, ты, Всевышний, попробуй открыть нам свет своего лица, радость моя увеличилась больше, чем их радость, когда они собирали урожай. Они кто-то образно, там, скажем, люди сугубого материального плана, им важно собрать урожай, а моя радость увеличилась, когда ты, Всевышний, попробуй, так сказать, открыть нам свет своего лица. Это моя радость больше, чем радость их, когда их злаковые, когда их виноград, их вино умножалось. Естественно, что есть много параллелей между книгой Притч Мишлея, о которой мы будем говорить, и книгой Давида Таили, Псалмы. Мы это постараемся постоянно подчеркивать. И Шламо, он все время говорит, и он Мишлей нам скажет, я Шламо, сын Давида. Отец меня научил всему. Как это всегда бывает, ученик иногда берет немножко свою линию, свою дорогу, свой путь. Но в любом случае все основы заложил мой отец. Я сын своего отца Давида. Теперь мы поговорили с вами о Кагэлите, о Широ-Шириме, о Песне-Песне. И теперь, наконец, наша книга Мишлей. Притчи. Что такое притчи? Если бы Песня-Песня, как мы сказали, это поиск красоты, ощущения, которое пробивается прямо через материальный мир и пробуждает любовь человека ко Всевышнему, к людям, к женщине. И все перемешано как бы в одно целое. И также у раби Акиба, который говорит, что если люди удостоятся, если муж и жена удостоятся, то имя Всевышнего пребывает с ними. Если нет, то огонь сжигает их, огонь любви, но который горит и прогорает, сжигает их. То есть он, раби Акиба, помещает имя Всевышнего между мужем и женой. Это отдельный разговор, сложный, но хотя бы вот так вот отметить. Это песня-песня. Теперь мы увидели с вами, что Кагэлит – это как бы отрицание материального мира. Заявление о том, что есть что-то за его пределами. Есть Бог, который говорит оттуда, из бесконечности, и мы можем с ним говорить, с Богом обязаны говорить с ним. Что же такое тогда Мишлей в этой цепочке, если так можно сказать? Это, скажем, есть попытка вывести человека на, так сказать, мышление категориями духовного мира. Это очень трудно сделать. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Скажем, да, правила духовного мира. Там есть свои правила, есть своя философия. Всё это не похоже на материальный мир, и поэтому это очень трудно объяснить. И наши мудрецы во втором трактате Хагига, да, праздничные жертвы, трактат посвящен праздничной жертве, не важно, там говорится, что есть моменты, которые не объясняют даже одному ученику и спрашивают, ну, а как же тогда передавать? Говорят ученику, говорят какие-то расшепраким, какое-то начало, какие-то посылки. А додумать он уже должен сам пропустить через свою душу, найти там образы, найти через свой духовный опыт, понимание того, на что учитель дал ему только намёк. И не потому, что учитель, так сказать, такой вредный, да, а потому что нет слов, которые могут выразить эти понятия, и ученик должен пропустить это через себя сам. Вот что-то похожее царь Шламо делает в своём, так сказать, произведении Мишлей, притче, да, не призвать почувствовать, не призвать уйти, как бы вырваться за пределы материального мира, а призыв подумать и через материальный мир понять мир духовный. Притча, да, на еврите Мишлей, да, мудрецы подчеркивают, что машаль, машаль – это те же самые слова, что и семла, одежда, да. Вот есть одежда, одежда скрывает человека, но по одежде, по её, как бы, движению одежды можно догадаться о том, что делает человек, да. Вот, и вот как бы так можно представить себе Мишлей, да, суть скрыта, но вот по внешнему проявлению, по внешним движениям можно представить, о чём идёт речь на самом деле, если приблизиться к духовному миру, если попытаться раскрыть суть, вот через какие-то там, скажем, рассказы, ну, что-то ли Авдиль похоже на сказки дядюшки Римуса, да, вот лис и заяц, да, вот там какая-то там мораль скрывается за этими похождениями лиса и похождениями кролика. Да, здесь, безусловно, конечно, всё намного глубже, вот, не то, что, не то, что даже мораль, хотя она есть и присутствует, здесь просто прорыв в духовный мир или призыв человека подумать для того, чтобы прорваться в духовный мир не на уровне своего чувства, а на уровне своего разума, да. Опять же, песнь песни на уровне чувства, да, когелит, скажем, путём отрицания, отбрасывания материального мира, да, не обязательно совсем, не обязательно навсегда, но какие-то моменты нам представить себе, что материальный мир не господствует, а здесь, да, на уровне разума, на уровне разума, когда материальный мир просто превращается в одежду, позволяющую понять духовный. Это книга, книга Мишлей, книга притчи царя, книга притчи царя Асламу. Можно долго сравнивать между, и подробно сравнивать между подходом царя Давида в его книге Тейлим псалмов и подходом царя Асламу в его книге Мишлей. Если сказать в общем, да, то Давид, скажем, ищет дух, дух Всевышнего, да, вот, он говорит, «Лев Тагор баралый Илоким», «Бы руах Кочеха, альтиках мэймені», «Лев Тагор баралый Илоким», неправильно сказал, не продолжу неправильно, «Лев Тагор баралый Илоким», «Бе руах Кочеха, хадеш бекербені», «Чистое сердце сотворил мне Всевышний» «И божественный дух, святой дух обнови внутри меня», да. То есть Давид, как бы, он больше хочет идти за духом Всевышнего, он хочет, чтобы он его увлекал, чтобы он его ввел, дух – это желание, да. Вот, и чтобы только, как бы, меня это несло и ввело, да, желание Всевышнего. Вот, и нужно чистое сердце для того, что… не сердце, которое слышит, а чистое сердце для того, чтобы воспринять вот этот дух желания Всевышнего. Царь Желому немножко по-другому, да, он оставляет, как бы, за собой право выбора, если так можно сказать, и он хочет сердца, которое слышит, да. Ну, вот это, пожалуй, и, конечно, здесь говорить можно очень много, но как бы, вот, в первых чертах можно представить себе такую разницу между ними, между царем Желому и царем Давида. Вот здесь мы с вами остановимся, пусть это будет нашим введением. Я очень надеюсь, что оно не только важное, оно необходимое, потому что, скажем, да, справедливо говорят, что для того, чтобы представить себе или проникнуть в смысл какого-то художественного произведения, все-таки надо знать биографию автора, его, как бы, мысли, направленность, мысли, да. Вот, и, конечно, это то, чем мы занимаемся, это больше, чем художественная литература, выше, это божественный дух проникает в эти слова, они бесконечные, да, и из них можно всегда безошибочно учить высокую мораль, да, проникать в духовный мир, в отличие от других произведений художественных, где, конечно, очень много выучить можно, но никогда нельзя доверять полностью, что тебя научат правильному поведению, вот так, чтобы это было в глазах Всевышнего правильно, совершенно невозможно этого ожидать из художественных произведений, хотя они очень много дают, но там нужно очень осторожно, как говорят, нужно лессонен, да, фильтровать, вот, и, скажем, если меня спросили, я за то, чтобы изучать художественную литературу, читать ее, вот, она очень много дает при условии, что человек думает и не принимает это все, как бы, как априорную истину, вот, это такое замечание в скобках, теперь то, что необходимо, как бы, добавить, вот, говоря о необходимости понимать личность, у нас есть пророки и есть писание, да, есть книги пророков, есть книги писания, и мы с вами, открыв книгу Мишлей, попали в писание, чем они отличаются друг от друга, очень, очень мало, очень трудно выявить это отличие, обычно говорят, вот, пророк он пророк, да, да, а пророк он пророк, а вот тот, кто писал, кто вим, ну, вот, на нем как-то пребывает божественный дух. Я категорически против таких определений, потому что мы, ну, совершенно не понимаем, да, что такое вот дух, который пребывает на пророке, и какое отличие духа, который пребывает на том, кто пишет книгу, относящуюся к писаниям, возьмите Даниэля, да, ну, чем не пророк? Только для того, чтобы запутать, можно сказать, что Даниэль не пророк, да, вот, есть какие-то свои тонкости, скажем, та тонкость, которую можно себе представить, что отличает пророка от писания, я бы сказал, что пророк очень часто, по крайней мере, если не всегда, да, это призыв к народу, да, призыв исправить свои дела, да, призыв устранить недостатки, есть даже пророк, как первые пророки приводят, ранние пророки, можно сказать, приводят рассказы, рассказывают нам об истории, да, во всем этом, во всем этом заключается призыв сделать вывод, да, и призыв ко всему, призыв ко всему народу. Я бы сказал, что писания, если не все, то, скажем, по крайней мере, псалмы и притчи царя Ашламо, они отличаются тем, что в них еще четче, чем в пророках, проявляется личность автора, хотя в пророках тоже она очень сильно проявляется, но, наверное, в Писании еще сильнее, да, что вот твоя притча мог написать только Ашламо, да, псалмы мог написать только Давид. Вот, я говорю опять же, что это может быть не абсолютно, это может быть не точно, я пытаюсь нащупать эту разницу, которую очень трудно нащупать между пророками и Писанием. И, может быть, Писание, да, опять же, за каким-то исключением, как книга Даниэля, например, да, она, Писание обращаются, или большинство Писаний обращаются больше к частному человеку. Даже если они говорят об общих вещах, то они как бы призывают частного человека понять глобальные процессы и так далее. Вот, я бы сказал, это отличие Писания. Я вместе с вами пытаюсь нащупать наш, никто не дает четкого определения. Вот, ну, уж на этом мы точно закончим наш с вами урок. Благодарю всех за внимание. Очень надеюсь на наше дальнейшее общение. Вот, и прошу вас понять, как я всегда это говорю, что мы вместе делаем очень важное дело, делаем очень важную работу, которая, необходимо, должна быть сделана. Это проникромение в смысл наших текстов, прочтение их, прочтение их, я бы сказал, по-настоящему, на простом уровне. Не на каббалистическом, там, да, вот сфера такая-то и сфера такая-то, да, на простом уровне. И это самая большая трудность, простой уровень содержит в себе самую большую тайну, самое глубокое поучение, самое глубокое проникновение, соприкосновение с душой человека, да. Вот, и эта работа между нами до сих пор до сегодняшнего дня не сделана, хотя есть многие-многие попытки, о них можно говорить. Мы с вами пытаемся здесь пробиться, и это очень-очень важно для нас, и я надеюсь, что и для других. Большое спасибо за внимание. Мы здесь с вами остановимся. И я вот Натана попрошу выключить запись, если это возможно, да. Натан, ты со мной, ты можешь выключить запись. Да-да, конечно, да-да, конечно, огромное спасибо. Я только добавлю технически, что мы восполнили отсутствие записи на последнем уроке, который был очень важен, поскольку он, как бы, начинает, открывает наш новый курс, нашу новую тему, а именно Мишлей, притчи царя Соломона. Поэтому мы, как бы, это повторили для того, чтобы восполнить, и эта запись, она восполняет технический пробел, который был. Окей? Спасибо большое. Ну ладно, до следующих встреч.